Если не будет Украины, то нам всем не жить. Украинский солдат, он не осознавая этого, но он сражается за нашу свободу. Меня зовут Александр, мне 40 лет, я YouTube-блогер. Основное направление блога — это были незаконные действия полиции в части проверок документов, которые были мотивированы национальностью проверяемости. Вот если я имел возможность, по крайней мере, я вмешивался и фиксировал ситуацию. Началось это все с того, что я начал фиксировать свои собственные проверки, потом уже переключился на попытки помочь другим людям, которые в такой же ситуации оказались. Преддверие войны, признание ДНР и ЛНР, так называемых, об этом я узнал, когда освободился из отдела полиции в Санкт-Петербурге. Под уличным переходом в метро я снова увидел очередную вот эту вот такую стандартную картинку, когда сотрудники полиции держат вокруг себя стайку людей, таджики, узбеки, я не знаю, кто они были, держат стопку паспортов и, соответственно, что-то там пытаются как-то проверять их. Я спросил у этих людей, у полицейских, что вообще происходит, почему задерживают людей. Задержали меня, и это было вечером, и я там прочно осел в отделе полиции. А вот когда вышел, мне рассказали, что Путин признал ЛНР и ДНР. И через несколько дней, собственно, началась война. У меня были публикации, ко мне могли быть претензии в связи с законом о фейках. Статейка в Яндекс.Дзене о том, что буква «З» — это свастика 21 века. Довольно большая статья про то, почему я не верю в так называемый украинский фашизм. Ну, в общем, было за что цепляться. Это конформизм, психологическая травма от утраты великодержавного статуса, я бы вот так вот это охарактеризовал. Плюс действия пропаганды. Поддерживаем, да. Когда начались бомбардировки Киева, я просто пытался представить себе, как, например, вот у меня знакомый там есть, у него пожилая мама, она не может спускаться в бомбоубежище. И он тоже сидел вместе с ней в квартире и просто слушал взрывы. Я, ну, пытаюсь представить себе, как это вот. Когда вот просто сидишь и не можешь уйти. Он присылал мне тогда звукозаписи со взрывами. В общем, это, конечно, страшно. Их было очень большое количество, потому что у меня тематика канала изменилась. Я сейчас публикую вот именно эти видео, которые потрясают. Вот, то есть, видео из Буч, из Арпеня, из Киева, ну, и вообще из всех пострадавших городов о том, что делают наши войска в Украине. Я понимаю, что многие люди осознают опасность откровенных высказываний. Они либо вынуждены молчать, либо высказываться как-то так очень осторожно. И самое забавное, да нет, это не забавно, это на самом деле ужасно, то, что основная часть подписчиков моего канала, это были мигранты. Ну, и остаются мигранты. Ужасно то, что люди, которых подвергали унизительным проверкам годами, которые отлично понимают мотивацию сотрудников полиции, которые проверяют именно не славян. Что вот эти самые люди, жертвы этих проверок, жертвы фактически нацизма, государственного нацизма в России, они, тем не менее, пытаются искать нацизм в Украине. Вот, и переубедить их в чем-либо, ну, мне не удалось, во всяком случае, это сделать. В значительной степени многие миллионы и виноваты, потому что они не выходили на митинги, когда нужно было что-то предпринимать, потому что они не голосовали на выборах, потому что, я делал в том, что еще член сберкома, вот, я видел, кто приходит. Я видел, что приходят пенсионеры, которые спрашивают, где мне проголосовать за Путина, даже когда об этом не задается прямой вопрос. Вот, вот эти многие миллионы, они виноваты в значительной степени, и не надо с себя снимать вину. Ну, конечно, конечно, я оплатил, я оплатил эту войну из своих налогов. Вот эта ответственность, которая невольная, она все равно существует, от нее сложно будет отмыться. К стыду своему нет, но у меня есть небольшое оправдание. Я работал в организации, где, в правозащитной организации, где был запрет на политическую деятельность. То есть мы не могли ходить на митинги именно для того, чтобы вот наше направление деятельности, чтобы оно не страдало из-за того, что люди задерживают, что люди могут быть каким-то образом репрессированы из-за своей политической позиции. Но до того, как я там работал, да, я ходил на митинги, в том числе по поводу Украины, в том числе по поводу Конституции. Когда мы протестуем, находясь за пределами России, это уже существенно менее эффективно, чем протесты тех людей, которые остаются там. У нас страну кастрируют раз в сто лет. И сейчас просто очередной эпизод такой, когда вынуждены бывают уехать. Вот та образовавшаяся прослоечка людей, у которых оппозиционная направленность. У нас, в принципе, я считаю, что есть такая отрицательная селекция, которая направлена на то, чтобы подавлять в людях инакомыслие. Ну и плюс, конечно же, страна жила относительно благополучно. Вот в первые путинские годы, да, там с 2000-го условно и первые 10 лет, ну в принципе, страна жила очень неплохо. То есть росли доходы у людей, появлялись какие-то новые возможности. И люди, да, возможно, пожертвовали своими правами в пользу этих возможностей. Что придется вернуться в Россию. Я боюсь, что Украина не победит. Такое тоже может быть. Вот это самое ужасное. Потому что если не будет Украины, то нам всем не жить. В том числе россиянам. Потому что сейчас украинский солдат, он не осознавая этого, но он сражается за нашу свободу. Такой вариант есть, но я читая вот комментарии к видео, которые я разместил на своем канале, я все больше убеждаюсь, что мне не очень хочется жить среди этих людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова